Добрый вечер, в эфире телеканала Россия 24, программа «Открытый диалог». Это новый формат общения с представителями власти. Раз в месяц в этой студии мы будем обсуждать наиболее актуальные для Норильска темы и вопросы. Сегодня первый выпуск программы и гость нашей студии – глава Норильска Ринат Ахмичин. Добрый вечер, Ринат Вячеславович. Добрый вечер. Ринат Вячеславович, первый вопрос. Вот я знаю, и вас с уверенностью можно назвать профессиональным руководителем. Долгое время вы возглавляли различные предприятия, организации в Норникеле, сейчас руководитель города. А можете ли сравнить свою деятельность в компании с работой в муниципалитете? Может быть, есть какие-то сходства, может, какие-то различия? Сходства есть. Самое основное сходство – это вертикаль власти. От руководителя к подчиненному она везде одинаковая. А различия, ну вот для себя я ощутил одно различие. Люфт возможностей руководителя предприятия на производстве намного шире, чем возможности руководителя города в администрации. Здесь все так запротоколировано, задокументировано, и на каждое движение главы города есть соответствующий документ. Поэтому что-то решать в аварийном порядке, когда что-то случается, очень трудно. Вот это вот такое основное различие между производством и администрацией. А какие вопросы удается решать вот прям быстро, а какие вопросы требуют дополнительного времени, согласований может быть каких-то? Вот тут тоже основное различие. На производстве всегда легче решать мелкие вопросы. Ну что, ну как бы у тебя люфты большие, мелкий вопрос придет, там подчиненный с каким-нибудь небольшим вопросом, ты его легко можешь решить. А трудные вопросы, ну это надо выносить, естественно, на своего руководителя, требовать финансирования. А здесь, к сожалению, наоборот. Вот здесь трудные и большие, не трудные, я хочу сказать, большие вопросы решать легче. Почему? Потому что если это вопрос большой, он всегда есть, деньги на решение этого вопроса всегда есть в бюджете города. И там, в пределах этого бюджета, этот вопрос легче решить. А когда приходит человек на прием с каким-то маленьким вопросом, ну там дополнительные субсидии, там выделить ему там землю или там здание какое-то в аренду, к сожалению, вот эти вопросы решаются очень трудно. И требует не то, что трудно решается, требует довольно продолжительного времени, потому что они все, их нужно решать согласно законодательству. А там есть временные сроки. Вот тоже такое различие между администрацией и производством. На этой неделе началась выдача сертификатов для приобретения жилья на материке. Первые счастливчики, их, по-моему, около 40 человек, долгожданные документы получили. Это семьи инвалидов, да, и дальше начнется выдача таких же сертификатов семьям пенсионеров. И, по-моему, в списке на этот год переселенцев 500 семей. Но это же очень мало, желающих-то намного больше, правильно? Ну да, вы знаете, что эта программа работает давно, с 2011 года. Но, к сожалению, в 2014-2015 году, по независимым от нас причинам, деньги, которые должны по четырехстороннему соглашению были выделять федеральные власти, они в связи с реорганизацией министерства, они эти деньги перестали выделяться. И поэтому, грубо говоря, мы получаем только половину. Часть ту, которую выделяет градообразующее предприятие на Левский Никель, и часть ту, которую выделяет правительство Красноярского края. Вот на эти деньги, ну это примерно 50% от того, что было задумано, мы как бы выделяем сертификаты. Естественно, половина желающих, которая могла бы переселиться, не переселяется. По этому вопросу мы очень много работали и через правительство Красноярского края, и через наших депутатов, и через сенаторов обращались правительство Российской Федерации. Но, к сожалению, до сегодняшнего момента этот вопрос не решен. То есть Федерация деньги как не перечисляла, так и не перечисляет. И вот заканчивается срок у нас в 2020 году, но мы все-таки все равно пытаемся и пробуем, чтобы или продлили, или эти деньги нам дополнительно выделили. А вопрос о продлении действий вот этой программы в рамках четырехстороннего соглашения, да? На сколько лет вы хотели бы ее продлить? Ну, вообще, помните, когда эта программа начиналась, расчет делался из количества семей, которые приехали сюда, по-моему, до 90-го года. Вот. И там этот расчет был. Соответственно, не до какого года. Там можно и на определенный промежуток времени, и на определенную сумму, чтобы вот это недостающие деньги на тех людей, которые остались, выделили. И мы могли бы их переселить. Вот. Именно на эту численность. Ну, вопрос на злобу дня, да, получается, переселение на материк. Да. А как вы думаете, какие еще вопросы вот сейчас волнуют норильчан? Ну, вопросы норильчан волнуют основные. Вот сейчас, если вот сейчас, да, ну, первое, естественно, я так думаю, очистка дворов и дорог от снега, это работа ЖЭКов, это переселение, не буду говорить, переезд из аварийного жилья. Вот как бы основные все такие вопросы, которые на слуху. У нас есть вопрос от жителя города. Когда в наших дворах будет чиститься, жилищные вот эти вот, они вообще не работают. Во дворах невозможно пройти, куча снега. Мы скоро на ледянках будем скатываться до подъездов. А адрес скажите, пожалуйста. Двор Ленина, 48. Еще раз подтверждает, что действительно это тема животрепещущая. И единственное, что я только могу сказать. Да, значит, на основных дорогах уборку снега осуществляет фирма ИЛАН и УАДИС, это подразделение заполярного филиала. А что касается уборки снега внутри дворов, этим занимается жилищно-коммунальное хозяйство. У них соответствующие договора с предприятиями, имеющими снегоуборочную технику. И они, естественно, этим занимаются. Очередность уборки дворов такая, что, естественно, какой-то двор получается последний. В каждый двор загнать по технике возможности нет. Тем более, что, к сожалению, тарифы, ну не к сожалению, может, к радости, тарифы на это дело у нас не увеличивались. Но, к примеру, за последний год основная составляющая этих предприятий, которые занимаются уборкой снега, это топливо. Цена на топливо увеличилась почти на 25%. Это довольно-таки существенная сумма. Но все равно договора заключаются, и работа по вывозке снега не так быстро, но ведется. Ну, я, к примеру, могу сказать, что вот один день снега в Санкт-Петербурге вызвал коллапс. Да, один день. А у нас снег идет каждый день. Ну, как бы коллапса такого большого нет. Я понимаю, что чистить надо и чистить будут. Но быстро все вычистить, естественно, не получается. Поэтому есть первоочередные задачи, где надо почистить дорогу, там, к медицинским учреждениям, к ведомственным учреждениям, к детским садикам. Там, естественно, снегоуборочная техника уделяется в первую очередь. Ринат Вячеславович, вы неоднократно говорили, что этот год должен стать определяющим части строительства жилья в Норильске. На каком этапе вообще решение этого вопроса? Есть ли какие-то подвижки? Ну, подвижки есть. Значит, я для себя, так скажем, программу написал, по которой я медленно, но двигаюсь. И в настоящее время ситуация следующим образом осуществляется. Значит, мы понимаем, что строительство жилых домов на территории Крайнего Севера и в Норильске это очень дорогостоящий проект. И в одиночку его не сделать. Поэтому мы разделили данный проект на три направления. Первое направление – возможности градообразующего предприятия. В этом году мы с ними договорились, что они будут ремонтировать и выделять деньги два здания в Толнахе. Одно под общежитие, а одно под молодых специалистов. Зданий все равно не хватает и жилья не хватает. Селить их куда-то надо. Поэтому одно направление – это работа с градообразующим предприятием. Второе направление – мы сами решили попробовать не отремонтировать, построить два здания на берегу Долгого. Вы знаете, там стояли два таких, две девятиэтажки. Мы их разрушили. И сейчас в этом году заключили договор на проект по возведению тоже двух девятиэтажек. В этом году этот проект должен быть сделан. И мы хотим на следующий год при составлении бюджета на 2020 год попросить деньги на строительство у краевого правительства. Это как бы второе направление. И третье направление – мы все-таки попробовали связаться с коммерческими структурами. Естественно, с материка никто не приехал. Были долгие переговоры с местными нашими товарищами. И они попробовали взять на себя такую ответственность построить здесь жилые дома из панелей. В настоящее время тоже с ними есть разработана дорожная карта, по которой они строят в Дудинке завод по изготовлению панелей. А здесь, в городе, мы тоже совместно ищем места, где из этих панелей можно будет построить дома трех-четырехэтажные. И, соответственно, они тоже ведут, так скажем, экономическую составляющую, сколько будет стоить квадратный метр. Чтобы, когда мы уже выходили на переговоры с красноярским правительством, мы бы уже знали и себестоимость квадратного метра у внешников, так скажем, у коммерсантов, и себестоимость квадратного метра, если мы будем сами строить, и себестоимость, если будет строить городообразующее предприятие «Норельский никель». Вот. И, если честно, опять же хотелось выйти на правительство Российской Федерации с предложением сделать такое же четырехстороннее соглашение, чтобы деньги выделялись не только городообразующим предприятиям и руководством края, но и федеральными структурами, там, Министерства строительства. Вот тогда мы, в принципе, можем что-то построить. Если мы будем работать и действовать в одиночку, мы ничего не сделаем. Это я точно знаю. А вообще есть какие-то приблизительные расчеты? Сколько вообще может стоить квадратный метр жилья в Норильске, если его строить? Ну, самая главная составляющая первая – это доставка. Это очень дорого. Это раз. Второе. Вы же помните, когда происходило строительство, здесь был домостроительный комбинат, который изготавлял плиты. Сейчас его нет. То есть, если еще и строить опять домостроительный комбинат, это еще возрастут затраты. Поэтому мы этот год взяли для себя, чтобы сделать вот эти просчеты, чтобы не просто так выходить в правительство, дайте нам денег, а с готовыми нормальными расчетами, которые будут везде проверены. Вот поэтому я вот в этом году, так скажем, себе дал вот такое задание – просчитать, подумать и потом выйти с предложениями в правительство при составлении бюджета. Опять же, по планам. Когда вообще может начаться это строительство? Строительство начинается, когда уделяется финансирование. Вот это самое главное. То есть, это далекая перспектива, да? Ну, если все нормально получится, если все-все-все хорошо срастется, при составлении бюджета в конце года мы будем уже знать, начнется строительство в 2020 году или нет. Но вот та часть, которую будет выполнять Норильский Никель, как бы у них деньги выделены, и они эти два дома в Толнахе будут делать уже в этом году. Ну, то есть строить все равно нужно, правильно? А строить при любом раскладе нужно, потому что мы же провели социологическое исследование и по объемам работы, и по объемам производства. Норильский Никель объемы производства снижать не будет. Для этого нужна численность. А эта численность, эти люди должны где-то жить. Опять же, повторюсь, ни про какой вахтовый метод тут уже вопросов не идет. Люди должны жить. Люди должны жить в нормальных домах. Поэтому их нужно строить. Все. Точка. А домов-то нормальные все меньше и меньше, да? Кстати, как сейчас вообще обстоят дела с реализацией программы переселения норильчан из ветхого и аварийного жилья? Вот согласно законодательству, как я уже говорил, да, при выселении из аварийного жилья есть два пути. Первый путь – это мы должны предоставить точно такое же жилье, плюс-минус 10% по квадратным метрам, или, значит, оценить его и выплатить деньги. Вот сейчас вот этот вопрос и идет. Первые дома, которые мы сейчас расселяем, к сожалению, это гостинки. А гостинки строились все в одно время. И, опять же, к сожалению, предоставить в городе или в Толнахе жилье с такой квадратурой, там, 17-18-20 метров, таких нет. Вы знаете, да, однокомнатная хрущевка, по-моему, 30 квадратов. Ну, 30, даже если 17 плюс 10%, 20 метров, и то мы нарушаем законодательство. То есть мы должны только выплачивать деньги. Вот, а, ну, новые дома еще, повторюсь, не строятся. А сколько семей нужно переселить? Ну, представьте, даже вот, нет, с одной, ну, представьте, одну гостинку, 9 этажей, там, 9 этажей на 30, 207, ну, порядка 300 семей только с одного дома. Это как минимум, это как минимум, поэтому строить надо. И мы, вот, кстати, когда разговаривали с проектировщиками вот этих 9 этажек и проектировщиками тех домов, которые будут и коммерсанты делать, да, мы особый акцент на том сделали, чтобы квартиры были, как бы, вот, такого, большее количество квартир было вот такого, вот такое квадратных метров, настолько, малогабаритные, да. Но нормальные, то есть не гостинки. Угу. Вот. Давайте послушаем еще один вопрос от наших телезрителей. Может быть, когда-нибудь поездка в Каиркан станет нормальной, в плане погоды плохой, потому что, когда случается колонна, это абсолютно все не организовано, и это наболевшая тема для всех каирканцев. Доставка людей в Каиркан организована, и она нормально работает. Естественно, в случае, когда дорога закрыта, там, да, бывают всякие неожиданности. Мы просим и выходим на Норильский Никель, чтобы они предоставляли нам автомобили высокой проходимости, а их же нужно снимать с предприятий, готовить эту колонну. Естественно, на это уходит время. Вот. Поэтому, к сожалению, сразу обеспечить доставку людей в Каиркан, когда дорога закрывается, мы не можем. И плюс еще накладывается ситуация с аэропортом. У нас, знаете, да, аэропорт завершил почти что свою реконструкцию, взлетные полосы, основные работы, аппаратуру новую поставил. И сейчас у нас самолеты садятся в любую погоду. Ну, когда, конечно, уже там метели, ничего не видно, они не садятся. Но, там, 80%, вот как раньше не садились, да, сейчас 80% эти садятся. А, к сожалению, по дороге проехать не можем, потому что дорога закрыта, и ничего не видно, и автомобили повышенной проходимости в НППАТе, которые обслуживают перевозку людей, нет. Поэтому, вот, приходится обращаться к Норильскому Никелю. Сейчас ведутся переговоры и совместные совещания с Норильским Никелем по возобновлению работы штаба Шторм, чтобы как-то организовать эту работу получше. Ну, вот, единственное, что могу сказать. Но, вопрос такой есть, с этим я согласен. Решением может быть, там, закуп большого количества машин высокой проходимости, это вот дежурок НЕФАС, может быть, ну, других вариантов нет, я не вижу. Потому что автобусы, помните ситуацию позапрошлого года, когда автобусы пошли и встали по дороге из аэропорта, и потом их эвакуировали. Поэтому, в такую погоду автобусы как-то, ну, если честно, не очень хочется пускать. Дмитрий Вячеславович, в этом году будет решена еще одна проблема, вернее, наверное, теперь она будет полностью решена, это очередь в детские сады, да? На сегодня же уже она не стоит так остро. Я так понимаю, у нас молодое поколение в Норильске есть, и оно, как бы, выходит замуж и женится, и, как бы, не хочет останавливаться на достигнутом. Это как-то у нас реконструкция детских садов. И, как бы, решить эту проблему это можно будет, но только надо будет еще, наверное, садиков 5-6 дополнительных делать. Вот. Да, мы в прошлом году начали реконструкцию двух садиков. В этом году один садик будет завершен. Я надеюсь, что осенью в Толнахе мы запустим его. И второй садик в городе, ну, в следующем году запустим. Реконструкцию детских садиков идет фирма, которая красноярская фирма, красноярская сити, которая себя, ну, я считаю, нормально зарекомендовала. И, как бы, все хорошо должно быть. Но строить надо все равно. Ринат Вячеславович, вы наверняка в курсе, что в последнее время в социальных сетях обсуждается рост доходов главы Норильска. Может быть, как-то прокомментируете, поставите точку в этом вопросе? Это такая, как бы, горячая тема для всех, рост заработной платы, как у депутатов, так и глав администрации. Помните, я вначале говорил, работа главы настолько, как бы, вот, поставлена в узкие рамки, что я все могу делать только согласно законодательству. А что касается роста моей заработной платы и изменения структуры доходов, то я это сам решать не могу. Это решается только, значит, правительство Красноярского края и при согласовании с городским советом Норильским. Вот. И чтобы, опять же, не было никаких кривотолков, скажу только одно, что я не повышал, не повышаю и не собираюсь повышать заработную плату, пока работаю главой. Тебе. А то, что касается изменения структуры заработной платы, то я вообще считаю это правильно. Такая работа ведется. Я вообще сторонник того, что, как бы, вот, как в старые добрые времена, значит, на всех должностях одинаковых, на материке или здесь, а клад был одинаковый. Да, там, например, главный инженер 100 рублей и здесь главный инженер 100 рублей. Разница только в полярках и в северном коэффициенте. Все. И то, что вот сейчас приводят соответствие оклады глав городов Красноярского края, это правильное решение. Но, еще раз повторюсь, это делается без увеличения самой заработной платы. Еще один вопрос, который вот буквально несколько дней, как обсуждается в социальных сетях, якобы норильская предприниматель обвиняет администрацию города в незаконной деятельности. Ну, так ли это? Что вообще случилось там? Скажем, эта история началась еще в 2014 году. Как только меня выбрали на должность главы города, первая встреча с жителями города, вот пришла директор данного магазина и попросила, чтобы вот разобрались в ее деле. Но, когда здание на Ленинском проспекте было признано аварийным, и оттуда всех выселяли. И, согласно, опять же, законодательству, ей предлагали все помещения, которые на данный момент, в тот данный момент, были у администрации. Она отказалась и решила действовать через суд. Ну, как бы, она в своем праве, и я ей тоже это повторил, что какое будет решение суда, естественно, администрация его выполнит. На настоящее время те решения суда, которые есть, ее не удовлетворяют, и она, как бы, судится дальше. Тоже это ее право. Владимир Вячеславович, время нашей программы заканчивается. И напоследок, что бы вы хотели вообще пожелать городу, норильчанам. Чего не хватает? Как вы думаете? Ну, не хватает солнца, а пожелать хочу, чтобы началось все-таки строительство в следующем году. Вот хоть как-нибудь, но началось. Ренат Вячеславович, спасибо вам огромное, что вы пришли к нам сегодня, ответили на столько вопросов. Наша передача заканчивается. Следующий открытый диалог выйдет в эфир 27 марта. Не пропустите. Всего вам доброго. До свидания.